Перед многими людьми, мечтающими стать врачами, часто становится вопрос о выборе места обучения. Миллионы школьников по всей России находятся в поисках достойного медицинского учебного заведения. Институт фундаментальной медицины и биологии – это как раз то место, которое вам необходимо. И я расскажу почему. Поехали! В 2012 году на базе биологического факультета появляется Институт фундаментальной медицины и биологии, который предоставляет широкий перечень возможностей для своих студентов, где они могут развиваться в инновационных и востребованных направлениях. На базе института имеются учебные и образовательные площадки, аналогов которых нет в мире. Институт фундаментальной медицины и биологии предлагает к использованию отлично спроектированный учебный комплекс, где студенты располагают всем необходимым. Там имеется современное и качественное оборудование, компьютеры, стоматологический фантомный класс, который обладает специально оборудованными манекенами, а также атрибутами стоматологического дела для проведения операций. Анатомический музей, где имеется огромное количество разнообразных мышц, органов, костей, полученных от людей, завещавших свои тела ради науки и обучения вас, будущих медиков. Но есть один вопрос. Готовы ли вы окунуться в эту атмосферу? Уже зависят от вас. Также у Института фундаментальной медицины и биологии есть симуляционный центр, который предоставляет к использованию различные приборы для практической деятельности. Среди них есть манекен для оказания первой помощи, реагирующий на действия человека. Он может погибнуть, либо же анимироваться. Установка для проведения виртуальных операций на внутренних органах, позволяющая отдачивать навыки в хирургии. Манекен, на котором можно проводить ультразвуковое исследование. А еще прибор, имитирующий дыхание. Видели? Во время обучения в стенах Альма-Маттера возникает некое чувство уюта, которое воодушевляет юного медика на дальнейший кропотливый труд. Главная и отличительная особенность Института фундаментальной медицины и биологии заключается в наличии тесной связи научной и практической деятельности, которая не имеет аналогов в Республике Татарстан. Она основывается на обеспечении пациентов высоким уровнем обслуживания за счет внедрения в практику врачей современных, научно обоснованных методов диагностики и схем лечения. В рамках приоритетного направления биомедицины и фармацевтика в составе КФУ имеется университетская клиника, которая является площадкой для более эффективной подготовки докторов, так как позволяет медикам пользоваться инфраструктурой ВУЗа, соответствующей всем международным стандартам. Она не только сохраняет всю систему оказания помощи населению в рамках государственных гарантий, но и внедряет высокотехнологичные медицинские разработки, такие как Центр эндоскопической помощи Эндос и Центр рентгеновской диагностики ЛУЧ, который включает в себя томограф высокого разрешения для определения патологии костей, сосудов и внутренних органов. Используя данный метод, мы получаем возможность не только оценивать размеры и взаиморасположение органов, но и детально изучать их структурные особенности и даже некоторые физиологические характеристики. Также имеется денситометр, который служит для определения плотности костной ткани. На базе поликлиники имеется дневной стационар, где пациенты получают плановую помощь в удобное для них время. Причем без обязательства оставаться на ночь. Блок неотложной помощи и кабинет для забора биологического материала, который располагает несколькими зонами для одномоментного вслуживания большого количества пациентов, что экономит время для всех. Университетская клиника выполняет нормы здравоохранения, но при этом подчиняется ректору КФУ. Самый главный фактор – это желание спасать человеческие жизни, а не гнаться за званиями и материальными благами. Врач – это рассудительность, благоразумие, а также образ истинного альтруизма. Поэтому необходимо помнить, что после окончания университета нужно при любых обстоятельствах следовать клятве Гиппократа, а именно приносить пользу людям во что бы то ни стало. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok